и всем привет в эфире студия труп он у нас мы занимаемся видеоконференциями вроде видео сейчас вроде односторонняя почти телевизор у кого-то здесь включен микрофон студии признавайтесь или звук сейчас как звук отлично пару минут технической так сказать настройки то есть просто вы проверьте что у вас все работает все слышно в чатик можно писать обо всяких проблемах технически которые возникают мои коллеги будут спешно помогать быстро объяснять вам как перестать винду или там линукс откуда вы вошли если у вас проблемы ну и там прочую ерунду как бегать магазин за новыми динамиками мы стараемся да если как бы сейчас не лень кто не из москва хотя почему напишите откуда из какого города сейчас посмотрим географию его класс самара привет самарам там были в прошлом году классный город а ты мы обязательно поедем осенью у нас там будет как обычно семинар всячески приглашаем по моему да никита вот да 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 мы будем рады видеть так ну потихоньку тогда будем начинать мы не ждем сегодня много народа все-таки тема специфическая скажем прямо мы тут боялись что в принципе никто особо никто не придет потому что ладно одно дело послушать про сервер труп он другое дело послушать про какие-то истории которые связаны там глубокой разработкой прочь мне кажется некоторые меня знаю да то есть грубо говоря запись будет будет конечно некоторые меня знают скорее всего понимаю что я разработки конкретно такое глубокое отношение в принципе не имею поэтому сегодня следующие можно перебивать это нормально я буду сбиваться это будет красиво веселее звучать новая версия труп он клиент скоро выйдет как и собственно говоря выйдет когда выйдет новый сервер версия новый труп он клиент выходит одновременно с сервером когда выйдет сервер пока непонятно может сентябрь да на самом деле как бы в планах стоит август то есть грубо говоря в августе его зарелизят найдут миллион багов отправят обратно и и все в порядке а в нем кстати будет еще про поводу с дакой кучу улучшений изменений появится в проте c с дк чуток не будет но то есть там вот конкретно с точки зрения самое все там есть планах на июль он действительно был ну как это появились хитрые хитрости и всякие сложности это пока недоступно лев не прикон не придумывай сейчас такая бета что обозориться легко как говорит наш главный разработчик козы better than nothing просто потому что переводится английского вольным потому что хотя бы лучше чем ничего окей вернемся к с дк у меня есть кучка картинок именуемых слайдами я буду потянуть пойти но во-первых расскажу сначала про мобильный sdk мобильный sdk формально в одну строчку очень просто объясняется зачем и что он делает позволяет в любое мобильное приложение на и иусе на андроиде а вен мобайл мы не любим его никто не любит ну как не любим и игнорирует на иусе на андроиде позволяет легко добавить видео звонок или видеоконференцию в мобильное уже работающие приложение ну или создать приложение с одной кнопкой видео звонок все равно в принципе как бы для этого звонка ну понятно вам понадобится труб он в сервер на труб он сервере специальная лицензия для sdk то есть это никак не со всяким сервером будет работать фри точно не будет для тестов понятно что вращайтесь мы все даем на сервере можно регистрироваться можно не регистрироваться вами во время перед звонком вторая сторона звонка может быть вообще ну то есть все что стандартного системе используется это либо там наш клиент классические либо такая же штука с sdk либо как каким-то да то есть это соответственно у нас сейчас есть под десктоп это вин ну и мобильные это может быть браузер в протоке да вот тут я вижу многие пришли через в протоке соответственно все возможно звонок с мобильного на вы протоке то есть то что используется в телемедицине сейчас у вас решение уже присутствует соответственно дальше работают все стандартные штучки которые возможны с нашим сервером это и запись различные типы конференции работает это как как будто клиент труб он то есть работает за на там можно поменять камеры на лету да там есть кнопочка смены камер svcm масштабируемое кодирование на приходу будет работать беспроводной монитор лучше потом поясните еще лучше в конце тогда такой серьезный вопрос не знаю адаптации под канал связи у нас как обычно да то есть видео мы стандартно мы говорим принципе это работает видео начинается 32 килобитс секунда понятно что не видео набор слайдов но такой похожий на видео очень-очень прям даже многие пугаются ну и соответственно у нас есть у сервера труб он папе через этапе можно организовать очередь и можно организовать различные сценарии звонков что если там клиент такой-то туда если это то туда и так далее вообще всю логику бизнес логику засунуть в эту сторону и вот результат работает в принципе вот картинка как работает вольное переложение опять же как технически в терминах разработки будет изучать но формально есть ваше приложение у которого есть какая-то логика какой-то интерфейс внутри этого приложения вы создаете управление вызовом то есть определяете там может быть какую-то очередь какая-то еще логика да то есть и собственно говоря кнопочка условно позвонить или там она сама у вас при по какому-то событию это все делает ну и собственно говоря дальше начинает работа наш с дк во время звонка мобильный это про мобильный сейчас конкретно во время звонка мы сейчас берем на себя весь гуй то есть все есть интерфейс во время звонка наш там наши кнопочки все это уже нарисовано заранее так далее в принципе у нас сейчас готова версия с дк где мы скажем продвинутым разработчиком готовы давать при больших проектах готовы давать изменения интерфейса формально свои кнопки так далее мы полностью отвечаем за звонок то есть все что касается работы с сетью вот эти все выскочки сети вай-фай в 3g и так далее так далее так далее все берем на себя вам вашему приложению об этом задумываться не надо закончили звонок вернули вам управление все просто как три копейки ну то есть проще не куда усложнять мы пока как бы честно не знаем да то есть здесь вопрос очень простой что есть вот эта стандартная история если надо что-то сложнее обращайтесь уж наворотить мы всегда усомнение приблизительная схема вот дополнительная схема как это все работает то есть есть наш сервер он ваш сервер конечно же да то есть но как бы на что он стоит и на самом деле он уже он ваш мы ему не имеем никакого доступа как и к любому трубку серверу который в принципе установлен ваше приложение общается как-то там с вашим серверами ваша логика бизнес-логика она не меняется единственное ваш сервер еще контактирует с нашим сервером trueconf и собственно говоря управляет на то есть создает какие-то конференции может быть еще какие-то опции может быть пользователей создает в этот момент а много возможностей в api и видео аудио потоки идут между нашей библиотечкой и комсерта . . соединения все равно идет через сервер сразу говорю особенно это касается ну то есть по-другому пока никак не работает идея в том что все-таки записи все прочее чаще всего нужно записи ведется на другом сервере при желании желание не ведется дело хозяйское то есть это все настраивается на самом серваке операционки поддерживаем android 4 4 и старше и вот шестерка среда разработки соответствующие теперь немножечко к реальным кейсам а потом будет часть права винтовый но новые возможности windows я имею ввиду windows sdk у нас есть просто отдельная презентация по кейсам которые были сделаны как раз на sdk на api первая история про бразилию пока не сказать там был использован у нас есть решение трубом терминал у него тоже есть api помощью него делаются всякие истории связанные с интеграцией в скажем так киоске в видеобанкинге раз чем рассказывает лев не приставай вот как это все выглядит то есть условно говоря кто 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 слышал повторюсь значит прекрасная женщина из банка объясняет прекрасной женщине не из банка как получить кредит система достаточно простая то есть там стоит комп экрана и спикерфончик на столе по нажатию на кнопочку на спикерфоне инициируется конференция очень много текста по факту там история про очередь было до что как бы нужно чтобы все-таки очередь соблюдалась там чтобы не было всевозможных историй связанности кто-то не обслужился и все прочее соответственно это все работал так следующий один моих любимых это применение в медицине то есть телемедицина популярная нынче тема у нас закон вышел так он скажем так много критикуем но тем не менее он есть он был принят в спешке и как есть в других странах это конечно немножко по-другому работает частности вот есть израиль есть мобильное приложение страховой компании мобильное приложение уже достаточно давно работает в нем есть запись врачу в нем есть много чего интересного и теперь появилась просто там иконочка частности они это используют педиатрии да то есть у вас есть в приложении иконка в именами детей ваших которые зарегистрированы на ваш аккаунт страховой вы просто нажимаете и идет условно говоря звонок педиатру и уже понятно там система педиатру говорит что звоните такой-то по поводу ребенка такого-то вот его карточка вот его все прививки вот его даже фотографии и так далее и так далее врач уже сразу говорит что там с вашей случилось . не дай бог проект достаточно интересный потому что первое собственно говоря формально внедрение заняло часа полтора административная лабуда вокруг этого заняла полугода и даже формально еще продолжается это работает на эту тема уже снята куча рекламных роликов то есть в этом буха на кучу денег очень прикольно выглядит и работает здесь как бы не очень про sdk три слова для за тема это в сеть германских клиник такой телемедицинский скажем так концерн мы для них делали white labeling не из дк формально дать телемедицин и телемедицин какие-то наградки так вот тоже интересный проект вот это же тоже банкинг тоже трухом церемен лапи но другая история я в россии такого не видел скажем прямо до видел в кучу арабских стран совсем интересная вещь то есть это перед вами на картинка формально это вот офис банка в одной железке как там в кинзадзе было женщину вынули аппарат поставили значит это действительно полностью за аппарат который заменяет офис банка среди прикольных штук которые в нем есть он умеет не просто распечатать вам договор что вы теперь банку должны все деньги свою душу а он на ней мокрую печать ставит потом он его выплевывает вот эту вот бумажку вы ее подписываете засовываете обратно он кладет в специальную ячейку а потом курьер забирает то есть ну то есть продать душу банку стало прямо элементарно ли сейчас вот так не думаешь а банки и это очень приятно здесь же мы помогли банку создать некую достаточно приличную сеть то есть не это ни один банк эта компания которая занимается автоматизации банков в иране здоровая страна да там уровень автоматизации оказался ну как мы все думаем как странно про него все-таки россии традиционно но тем не менее там уровень автоматизации огого наличие таких штуковин в общем-то достаточно позволило банкам развернуть свои сети за за дешево и быстро хотя конечно такая штука стоит дорого короче смысл следующий что у них есть десять человек в тегеране в банке в одном из банков которые обслуживают порядка они говорят хотят 100 обслужить таких аппаратов то есть понятно что они там в основное время стоит простаивают и в основном люди просто что им нужно нужно деньги снять но когда возникает какой-то вопрос звонок видео здесь еще из интересного у них есть свой у вас там второй экранчик есть внизу и мы еще попутно передаем видео с этого экрана то есть мы видим оператор видит какие кнопочки какие поля заполняет клиент вот значит этот проект мы очень любим потому что на нем название клиента очень прикольно тренировать язык теле бум караманга это не странно тоже банковская структура и они делают решение в частности вот операторское операторское решение для скажем так про сообщение это замена обычному телефонному звонку то есть если у вас какие-то проблемы решает это все дело терминал видеосвязи вот в интерфисе бахрейне формально тоже будки там просто не специальный аппарат там обычные компьютеры они замуровали вот соответственно оператор у них выглядит вот так ну и собственно говоря да лев правильно написал что если вам хочется обсудить лицензирование она в силу как понятно специфики продукта индивидуально но могу сказать что в будущем у нас как и как есть трубком сервер free так и будет что-то типа он с дека фри понятно с ограничениями но для попробовать для студенческих проектов и так далее так далее конечно все будет бесплатно совершенно вот это нас ждет в ближайшем будущем сейчас же если хотите попробовать есть куча информации на девелопер струкон фру лев кинь ссылочку туда чате и у нас соответственно без проблем мы выдаем на тесты то есть если вам это интересно и так далее так видео медицину есть видео медицину пера слышу такое слову теле медицина обычно говорят но все справедливо здесь количество уже не имеет значения лишь бы у вас хватило условно врачей ну то есть круга всю бизнес логику абсолютно легко реализовать сейчас эти нет проблем вроде как даже нам закон позволяет и авторизацию нормально делаете все прочее все реально сделать обращайтесь киньте контакте вас легко найти с удовольствием подскажем выпадка покажет как что можно сделать я свою я свою часть закончил теперь я прошу приветствовать андрей лобова андрей меня зовут разработка для системы windows для операционной системы windows сейчас я вам покажу презентацию если какие то вопросы останутся особенно разработчиков значит что из себя представляет это по сути это значит актив x компонент который устанавливается систему помимо сейчас раз-два слышно хорошо продолжаем вот в комплект установки входит сам компонент и документация к нему то есть описание интерфейса для взаимодействия значит название его взаимодействия и что же это дает значит первое это легкое встраивание свои приложения вот то есть буквально сделав несколько движений мышкой и написав несколько строчек кода вот вы получаете практически полноценный в какой-то степени полноценный клиент видеоконференции приложения могут быть написаны на базе на вашей базе вот и разработчики могут используют для этого ну различные среды которые поддерживают работу с технологией ком с активы объекта то есть это из сида плюс из си шарп и дельфи и практически можно и даже microsoft word xl все это тоже все вставить помимо этого из браузеров поддерживают это интернет экспортер и все значит все оборудование которое поддерживает наш наши плод вот так же и поддерживается этим sdk активов компонент это практически полноценный компонент полноценный клиент видеоконференц-связи но который позволяет под нужды заказчика использующих людей сделать необходимые доработки какую-то бизнес с логику внешний вид достаточно достаточно широко можно все это изменить достаточно широких рамках далее про возможности все все просто и понятно на самом деле что говорили для применения опять же высокий высокий то скажем так уровень кастомизации то есть и на заднем плане мы видим подробнее покажем это нас то есть как нам видится возможность использования то есть это могут быть видео киоски которых сейчас они уже становятся практически на каждом углу тоже вот как дмитрий показывал банкоматы где используется наше решение терминал вот но и в некоторых случаях можем использовать решение наше из декада windows вы помимо этого встраивать в свои уже существующие свои существующие решения далее сами места сейчас развивается активно очень развивается темы с мфц вот все эти муниципальные службы где уже устанавливаются какие-то решения плане видеоконференц-связи видеоконсультационная служба решение в которых все это можно использовать особенно в тех телефонный телефонные будки тем более хотят сейчас уничтожить насколько я знаю вот продают сувенирчики и таксофон убирают но наверно не поспешили можем туда поставить свое решение вот значит это начало работы мы можем к этому вернуться и покажем что давайте сейчас выглядит общий фон у нас был проект для которого просто попросили сделать будку с компьютером из тачскрином понятно что это получилась какая-то странная история будут переделали предыдущий образец нам остался вот собственно говоря андрей вот это скажем так кастом на приложение все вот это если видно видео окошечко как раз это и есть наш активный компонент который занимает основную часть то есть главная часть всего этого издк для windows ну и сделаны какие то то есть по сути видео окно это наш вот это видео окно это наш активы все это реализовали на сша включили туда и какой-то бизнес логику вот даже кто-то пришел вот и вся бизнес логику уже вот была решена там вижу скуки на сша значит данный момент это просто мы подключились наши темы конференции которая крутится на нас на сервис там даже кто-то есть кто-то тоже к нам подключился свое тоже тестирует конференции ну это по-моему даже какие-то не чехи или поляки если у кого-то параллельно запущен клиент который подключен к другому сервису тоже может сейчас в эту конференцию попасть вот а это вот наше видео это вот то что демонстрация да и вот и там и вот а там нет увеличить нет здесь вот буквально было написано вот кто-то из-за границы вот кто-то к нам подключился врачи кстати ну ладно вот это такая вот демонстрация как я говорил в принципе есть у нас уже демо нет это значит сейчас здесь это упал пройти да значит спрашивают по линукс для линукс для линукса наш технический директор вчера как раз сказал что готовится история где мы можем ну мы не будем его пока делать паблик но для проектов мы вполне можем sdk собрать sdk и подвинуть потому что основа это там достаточно кроссплатформа значит все это пишется на одной базе значит все и терминал решение терминал значит наш пути клиент все это решение все перси на одной базе наши наш пути клиента наш терминал и sdk до windows написано на одном в одном коде то есть и все это естественно кроссплатформенная но я же сказал актив x актив x в линуксе нет в каком технологии там не поддерживается там есть для линукса будет готова история связанная как раз терминалом терминал же у нас формально будет тоже он же уже кросплатформенный просто вниз не пересобран еще для линукса но изначально все наши продукты сейчас создаются уже в принципе сервер то же самое с ним идет большая работа и линукс сервер серверный линуксный сервер в пути к сожалению это не такая простая дорожка но мы пройдем и так еще раз просто хочу напомнить что если у вас есть какие-то дополнительные вопросы можно сейчас задавать можно просто попросить на тесты все хозяйство для этого достаточно написать нам на хотя бы сюда то есть на сэйл струбом то есть хотя бы вот сюда и в таком случае мы даем просто доступ к всем библиотекам все можно посмотреть то есть доступно как мобильный sdk так и sdk для windows документация вся есть есть примеры то есть это не просто так что мы отдали и бросили вы всегда можете покопаться в примерах это и посмотреть естественно мы поддерживаем то есть в случае необходимости пожалуйста обращайтесь задавайте вопросы что касается лицензирование стоимости то понятно часть будет это собственно я трубку он сервер который необходим который обеспечивает собственно говоря всю функциональность именно конференции всего остального и есть соответственно оплата за sdk сам непосредственный она варьируется в зависимости от проекта сложности там миллион факторов мы не можем к сожалению пока сказать сделать как сервером просто ровную лицензию на этом пока все ну собственно говоря я не вижу вопрос не слышно и он нас слышно а вот писали что звук хороший буквально недавно то есть это у лимона что окей звук хорош потому что мы конечно же используем спикерфон феникс аудио они встроены микрофон в это самое приятный новый интерфейс а это чей а какой интерфейс новый приятный да потому что у нас сейчас чуть развелось продукт у нас есть труп он клиент под windows двух сортов есть в порта c желательно все таки уточнить чтобы мы знали кому торт были в кого торт в порта c он в отпуске глава отдела в разработке в отпуске но мы передадим безусловно спасибо николай окей если сейчас вопросов нету то все да кто с контентом сдвинута по вертикали зачем то значит я слышал теорию зачем это сделано и попросил сделать ровно но это поверьте нет бага это так специально задумано это дизайнер дизайнер не знаю чтобы вы видимо отличали одно от другого да там вообще вах готовится ну а что еще хочу добавить если у вас если вы зашли по ссылке не регистрируясь и не оставили свой email мы не знаем куда вам прислать материалы этой конференции все презентации все прочее все это будет доступно первыми получат те кто конечно же пришлют email или зарегистрировались на этот на этом все все улыбаемся и машем но все пока пока email в чат да да вот сейчас прям можно вам спасибо что пришли погода хорошая а приходится работать но приходит и мыл и давайте минус разработчиков я гарантирую что пять строчек кода и у вас практически почти рабочих но автоответ у него будет звонок будет ну если хотите адресную книгу с показывать с аватарами то конечно придется побольше кусочек ну если вот как здесь куда-то позвонить принять звонок войти в конференцию подключить любую камеру это все буквально несколько слов тогда формально теперь эта тема что нам не нравится ваш клиент вполне спел можно отвечать напишите теперь свой установку достаточно за камеру дмитрий дмитрий 920 не 30 старая ну как бы всем рекомендуем по крайней мере как бы лучше логитека что-то как с веб-камерами пока не ни у кого не получается нет 920 лев я знаешь ли могу отличить 30 20 окей все всем спасибо хорошего дня пишите не забывайте нас